шалом друзья меня зовут захария и это еврейский топ 10 черти домовые лешие бабки ежки как бы это ни звучало но всю эту нечисть мы хорошо знаем с детства русская культура полна мифическими мистическими персонажами но есть ли подобное в культуре еврейской несомненно места в сегодняшнем топе мы разделили по силе и значимости персонажей так что чистая субъектив щена скажу сразу местами будет довольно жутковато но отбросим сомнения ну что завелись поехали фильм звягинцева сильно увеличил популярность такого персонажа как левиафан легендарное морское чудовище обитает на дне океана и время от времени устраивает штормы и кораблекрушения в книге иова содержится подробное описание левиафана и звучит это действительно страшно дыхание его раскаляет угли из пасти его выходит пламя на шее его обитает сила и перед ним бежит ужас мясистые части тела его сплочены между собой твердым не трогнут сердце его твердо как камень и жестко как нижний жернов когда он поднимается силачи в страхе совсем теряются от ужаса с другой же стороны в талмуде есть пророчество о том что в конце времен праведником будет устроен пир из его мяса но так или иначе но левиафан сегодняшний топ не попадает но зато служит хорошим проводником в мир еврейской мистики итак переходим к десятке и здесь мы решили не уходить далеко от левиафана и поставить на десятое место его друзей напарников бегемота и зис начнем с первого бегемот до боли напоминает какое-то русское слово бегемот и это неспроста ведь бегемот это сухопутное существо конкурент левиафана описываемая в разных источниках совершенно по-разному это и слон и гиппопотам и бык и даже динозавр в целом же согласно традиции бегемот символизирует плотские желания особенно грех чревоугодия с таким-то пузом еще бы также существует версия согласно которой бегемот был создан самцом а левиафан самкой и во избежание ужасного потомства они были разделены один на сушу другой другая но перейдем к их ужасно прекрасной подруге зис зис это огромный грифон птица крылья которой способны заслонить солнце в тройке с левиафаном бегемотом зис в свою очередь является царем птиц также тогда как левиафан соответствует стихии воды бегемот земли зис олицетворяет воздух до бригада мощная но сегодня вся эта братья не поднимается выше 10 место 9 сегодня шрейталых от огромных монстров мы переходим к милым домовым шрейталых добрые но очень застенчивые они помогают по хозяйству но исключительно незаметно такие вот скромняги попали они в еврейский фольклор через выходцев из южной германии и эльзаса где до сих пор подобным образом называют своих гномов приятно когда в мифологии есть и добрые позитивные персонажи не будь шрейталых столь скромными они были бы наверняка выше в нашем топе но сегодня эти еврейские фиксики девятые восьмерку открывает герой не совсем еврейского фольклора но напрямую с нами связанный хапун мелкий черт герои народных сказок белорусов и украинцев причем тут евреи все дело в увлечении хапуна он ворует детей и евреев причем последних вне зависимости от возраста выглядит он как скрученный старичок с огромным мешком куда собственно и прячет свою добычу интересно что евреев он ворует не иначе как в емки пур отсюда считается и имя воришки хапун происходит от искаженного еврейского кипур и от украинского схапать то есть украсть неприятный персонаж поэтому выше восьмого места не забрался кто из вас друзья любит сагу сумерки или может быть среди вас есть фанаты дракулы следующее место для любителей вампирской темы эстри женщина-вампир питающиеся ни много ни мало кровью детей эстри прикидывается нянькой заходит дом и делает свое темное дело самое имя происходит от латинского стрикс что означает филин сова по римским представлениям совы питались кровью причем зачастую кровью младенцев но что радует спастись от эстри достаточно просто ее достаточно увидеть или ударить да такое вот неприятное седьмое место едем дальше а дальше то больше я предупреждал что будет страшно но сам не ожидал что настолько ведь шестой сегодня дебук неупокоенная душа у которой не получилось попасть не выше мир не в нижний застряла где-то посередине казалось бы что такого можно ведь как герой патрика суэйзи учиться двигать монетки общаться с лупи голберг но нет так это не работает дебук вселяется в тело человека параллельно с его душой подавляя ее и принося ужасные страдания традиционно считается что стать дебуком может душа грешника зачастую умершего не своей смертью но самое сложное это процесс избавления от дебука обряд иначе как экзорцистским не назовешь участвует в нем обычно раввин или другое духовное лицо что интересно подобные обряды проводят и в наши дни не дай бог конечно никому давайте двигаться в сторону кого-то более симпатичного и открывает пятерку наш старый знакомый герой пражских евреев человек из глины голем голем появился благодаря пражской муравейную леву решившему защитить местную общину от агрессивных антисемитов лев сделал фигуру из глины и при помощи каббалистического заклинания оживил ее голем так назвали великана планомерно избавил евреев от угрозы и перешел на помощь по хозяйству но тут-то и случилась незадача примеру когда голема попросили принести воды он таскал ведро за ведром пока не затопил весь район так скажем подмочил репутацию в том числе после этого случая равенлев решил так скажем вывести голема из эксплуатации он стер оживляющее заклинание с его лба и спрятал фигуру на чердаке стороновой синагоги по преданию голем все еще лежит там но проверить не получится не пускают что же будет наш рейтинг основан исключительно на популярности голем был бы на пьедестале но пока что 5 в цветах финиширует демон осмодей вернее даже не демон а царь демонов как говорят облик осмодея никто не видел так как обычно он является под маской какого-то животного нет не так существует предание согласно которому однажды осмодей принял облик царя соломона и царствовал вместо него пока сам соломон не вернулся и не прогнал демона в своясь и дальнейшем осмодей даже помогал царю но об этом мы еще упомянем в нашем сегодняшнем видео а пока фиксируем осмодея на четвертом месте и бронзотопа сегодня уходит еще одному демону азазелю булгаковский азазелла является прямой отсылкой именно к нему в апокрифической книге еноха азазель упоминается как падший ангел восставший против бога еще до потопа и научивший людей воевать обманывать и пользоваться косметикой в танахи же о нем говорится как о демоне пустынь именно к нему отправляется ритуальный козел отпущения отсюда часто изображение азазеля козлиным образе но дальше у нас больше поэтому оставляем азазель на третьем месте и надеемся что не до встречи в шаге от победы собственно как обычно остановилась лилит демоница согласно некоторым источником первая жена адама в других же местах демон ночи убивающий младенцев традиционно лилит отождествляют с образом совы как ночной птицы также она является символом соблазна похоти и порока пренеприятнейшая дама поэтому осталось сегодня лишь второй а мы переходим к победителю завершать хочется на позитиве поэтому на первом месте сегодня наш самый маленький участник топа червячок шамир суперспособность шамира умение разрезать камни любой крепости будь то хоть гранит хоть алмаз согласно гемаре эти умения использовали при строительстве первого храма после же завершения строительства червячок таинственно исчез получил же шамира царь соломон от уже упомянутого нами сегодня демона асмодея также по версии агады шамир является одним из десяти чудес света созданных богом при сотворении мира что же там он седьмой а у нас первый самый маленький самый первый размер как говорится не главное таким получился этот топ верьте в чудеса и боритесь демонами а а меня зовут захария и это был еврейский топ 10 до встречи лёв сделал фигуру из кирпичей глины и воды сбывается мечты ты королева красоты давай малышка не хитрый баба валю горелого горит а и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!